Добрый день, уважаемые телезрители! 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 госзаказ, я так понимаю. Что в это входит, вот в это понятие? Что государство представляет беременную женщину, когда ежи заходят, а санация рта? Ну, государство нам предоставляет значит, в объеме на этот год у нас госзаказ в объеме 15 миллионов тенге, и в этот объем входит лечение зубов, профилактика и удаление зубов, кроме ортопедической помощи. Ортопедическая помощь, к сожалению, навсегда была на платной основе. Но женщины имеют возможность полностью просонировать полосерта. У нас в поликлинике клиника работает с 9 до 6 часов вечера без обеда. А по закону в частные клиники стоматологические беременные женщины могут обратиться? За бесплатную помощь? Нет, не может. И вообще частные клиники, они не должны принимать беременных женщин, потому что у них есть своя специфика, вы знаете, здесь же идет ответственность не только за один организм, там ответственность за два человека, за саму женщину и за будущего ребенка ее. Поэтому необходимо, да, чтобы они в специализированных клиниках лечились. Такую возможность мы им предоставляем, наша клиника, стоматологическая клиника, предоставляет прекрасную возможность для беременных женщин. Вы говорите, либо рано обращается в будущие мамы, либо слишком поздно, и в итоге потом плачевная картина получается. Вообще, чем чревато, когда не вовремя обращается, либо вообще выпускает этот момент и, естественно, зубы украшаются? Ну, чревато, во-первых, тем, что страдает здоровье мамы, самой мамы, и страдает здоровье будущего ребенка. Ну, получается, если недостаточно функционировать зубочерестная система самой мамы, она недостаточно получает питание, и за счет этого недостаточно получает питание, соответственно, ребенок. И так как у мамы самой зубы слабые, то и в основном женщины, а дети рождаются со слабыми зубами. Это напрямую влияет, получается? Да, напрямую влияет. И состояние самой женщины вообще напрямую влияет на здоровье будущего ребенка, вы знаете. А через зубочерестную систему страдает желудочно-кишечный тракт, во-первых. И так как желудочно-кишечный тракт страдает, вы сами понимаете, не полностью усваивается пища. Не все полезные вещества поступают через кровь в организм женщины. И сама, получается, женщина недостаточно питается, недостаточно питается и ребенок. Присома Ходосовна, по госзаказу сколько в год лечения, скольких человек оплачивает государство, и из этого объема сколько удается отработать, скажем так? Вы знаете, нам количество, по госзаказу количество услуг женщины именно так не предусматривается. Нам дается общий план. Вот в этом году, я уже подчеркивала, 15 миллионов тенге нам выделили. И мы выполняем с излишеством. Потому что обращаемость очень большая. И даже если мы не выиграем в количестве женщин обращающихся, но каждая женщина минимум 3-4 зуба лечит. За счет этого мы выполняем госзаказ. Насколько мы знаем, вы также автор диссертации по поводу того, где вы развенчиваете миф о том, что необходимо наоборот лечить женщин зубы, в частности во время беременности. Хотя, ну, бутает мнение, что лучше не трогать в такой еще петильный период. Что вы в диссертации еще какие моменты раскрываете? Да, спасибо. Моя диссертация связана именно с психоэмоциональным состоянием беременных женщин и особенностями оказания ортопедической стоматологической помощи. Ведь, вы знаете, в народе так принято, что, как вы уже сказали, лучше не трогать женщину, лишний раз не вмешиваться. Но, понимаете, если женщина вовремя не обращается, вовремя не санируется, вовремя не лечит, то в результате она теряет зубы. А ко второму, к третьему ребенку уже она почти теряет 50% зубов. И за счет этого у нее ухудшается, не выполняется полностью функция пережевывания. Вот я говорю, это приводит к заболеванию желудочного кишечника тракта. Чтобы этого не было, вот в своей диссертации совместно с своим руководителем мы рассмотрели более пяти лет, изучали эту проблему и пришли к выводу, что именно во втором триместре мы можем и должны протезировать восстанавливать жевательную эффективность зубочивостной системы беременных женщин, чтобы она имела возможность нормально питаться и ребенок имел возможность функционировать. Потому что мы учли то, что женщина после родов первые полгода полностью бывает занята ребенком, новорожденным, восстановим своего организма. Поэтому мы считаем, что ушла обращаться. Несколько секунд остается до окончания эфира. Сегодня прошла областная конференция, где приняли руководители всех стоматологических служб региона. Это и детские стоматологи, и онкологи-стоматологи, и другие по другим направлениям, также специалисты. Какие были призывы, какие были обращения? Вот вы по своей части. Ну, я бы по своей части хотела бы сказать, обратиться к главному специалисту, акушер-гинекологу, к главному врачам, к КДП, к КДЦ, что у нас беременная женщина обращается очень поздно. И не знаю, что есть такая клиника стоматологическая, которая оказывает помощь. Чтобы они вовремя обращались. Бывали у нас в гостях полицейские, которые защищают права женщины. Они вот сокрушали, что наши женщины абсолютно беззубы. Но они имели в виду, что они какие-то подавлены, никогда не могут высказать свое мнение. А теперь, получается, уже и в буквальном смысле становятся беззубыми. Ну, чтобы это предотвратить, надеемся, телезрители в немут вашим словам, и вовремя будут обращаться. С вами были Акмарал Майкозова, а также Раиса Махадысова-Наурас, руководитель стоматологической клиники за КДМО имени Марата Успанова. Спасибо за внимание. Приятных вам выходных. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова